Третья книга Моисея, Левит, глава пятая Или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех, и очистит его священник от греха его. Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит. И покрапит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника. Это жертва за грех. А другую потребит во всесожжение по установлению. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил десятую часть ефы пшеничной муки, в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех. И принесет ее к священнику, а священник возьмет из нее полную горсть в память и сожжет на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, в котором не будь из оных случаев, и прощено будет ему. Остаток же принадлежит священнику, как приношение хлебное. И сказал Господь Моисею, говоря, если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада своего овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями по сиклю священному в жертву повинности. За ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю, и отдаст сие священнику, и священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет ему. Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным, и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику в жертву повинности овна без порока, по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился пред Господом.